Добрый день! 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 Я думаю об этом. Что это было? Что это было? Да, что это было? В конечном итоге, вот, все как бы хорошо и замечательно, и семья, и дети, и бизнес, и спортивные достижения. Ну, тогда просто я мог остаться там, в том поле, в той деревне, и мой жизненный путь мог прекратиться. Это взрыв мины, да, вот эти следы прошлых, в кавычках, цивилизаторских походов, да, на нашу страну. Позже реабилитация в стране производителя той самой мины в Германии, за что я благодарен, конечно же, этой стране. Интересно, кто принял решение, что вы едете на реабилитацию? Немцы сами узнали. Предложили? Да, они предложили, они узнали о том, что произошло, 16-летний парень, да, чудом выжил, они ждали уже такого выздоровления, потому что эти два месяца даже врачи не давали каких-то вот таких конкретных... Но спасали вас аршанские врачи первые? Вначале аршанские, потом военный минский госпиталь, которые получили серьезный опыт работы с воинами-афганцами, воинами-интернационалистами, которых, вы знаете, в разном... Состояние возвращались. Да, состояние возвращались, и там их собирали из чего только можно. Поэтому в этом плане мне повезло. Ну и позже эта реабилитация, она, конечно же, сыграла существенную роль в моем таком психологическом становлении, восстановлении. Это больше была психологическая помощь или физиологическая? Там делались попытки поставить меня на ноги, они не увенчались таким особенным успехом, так как культи ног, они оказались слишком малы. Для протезов, да? Для протезов были моменты, когда ситуация могла еще более усугубиться падением, повреждением. Я мог сломать свою последнюю часть руки, разбить голову. Поэтому на определенном этапе я принял решение, да и гроши зря не тратить. А за чей счет, кстати, все это происходило? Это спонсоры собирали деньги. В итоге была очень серьезная такая пиар-компания, но я рад, что моя история и те собранные денежные средства, они помогли и помогали не только мне, моей семье на протезы, на мое пребывание там под Берлином, но и другим деткам из Украины, России и, собственно, из родной моей Белоруссии. Вот там были дети с тяжелыми онкологическими заболеваниями. Ну, я много прочла в ваших интервью, Алексей, вы там часто говорите очень хорошо и трогательно о том, как друзья ваши, именно оршанские ребята, пацаны, вам помогли на первых этапах войти снова в социум. Что с ними сейчас? Они с вами продолжают дружить, да? Расскажите... Может быть, вы им теперь помогаете чем-то? Вы помогаете, став известным. Да, да, вы знаете, действительно, мои друзья, которые не бросили своего Леху в беде, это невероятные люди, такие чистые души, и они себя реализовали в полной мере в роли друга. Ну да. Это очень важная роль, согласитесь? Конечно. Не бросить своего другана вот в таком каком-то страшном положении, в ужасном виде. Во-первых, страшно посмотреть сначала, да, то есть как вы отреагировали. Стесняешься порой. Стесняешься, да. Просто повезти на колясочке. При этом друзья же наверняка подростки еще, которые хотели самоутвердиться как-то. Подростки. А тут надо возиться. Прийти к нему, не испугаться, взять в себя руки. Найти слова какие-то поддержки, опять же, это тоже сложно. У них сейчас у всех все хорошо. И еще очень часто я вижу в комментариях под вашими интервью, что вот он неблагодарен врачам, которые его спасали здесь в Беларуси, Алексея, там, и называют даже конкретные фамилии. Я думаю, что история здесь в том заключается, что вы лично наверняка поблагодарили, да, уже и не раз этих врачей. Да, дорогие друзья, я хотел бы еще раз воспользоваться вот случаем выразить слова благодарности. Ведь не всегда и печатные СМИ, и какие-то телевизионные программы имеют просто возможность дать всю информацию в эфир. Поверьте, я о вас вспоминаю, я молюсь о вас, о ваших близких и родных. Те, кто меня спасал, те, кто за меня искренне боролся. Боже мой, дай Бог вам здоровья, дай Бог вам сил. Вы сейчас, тем более, в такой тяжелый момент, когда вот эта зараза здесь будоражит наши сердца, да, и испытывает на прочность наше здоровье. Вчера вот я видел сотрудников, я им поклонился, я сказал, держитесь, родные, дорогие наши. Алексей, ну еще хотелось спросить о родителях. Они, ну, в общем, люди, которые не имели такого опыта, как вот с сыном, да, что делать. Мама главный бухгалтер, папа мастер на железной дороге, да, верно? Точно. И вот как они сами психологически, кто им помог? Это, ну, как вы считаете? Видимо, вот эта любовь к семье, она заставила нас всех мобилизоваться, искренние отношения друг к другу. То есть изначально у вас просто дружная семья, которые... Хорошие были отношения, да, поддерживали друг друга всегда. Любовь отца к мамочке, мы это видели, да, искренние отношения мамы к отцу, как они нас годовали, как они старались. Те 90-е, да, потом вот наступили, мы как раз начали подрастать, да, как они старались все, там, нам и нам, и нам. Мамочка, купи себе новые колготочки, мама, купи себе новую помаду. Мы видим, как ты там спичкой выколупываешь там эту помаду, да, и мы уже понимали, видя это все, оценили вот подвиг родительский, оценили и научились радоваться каким-то мелочам. Я думаю, что благодаря этому мы смогли выжить. Вот эта семья, да, насколько это важно. Ваш ответ – это любовь все-таки, да? Это любовь, это искренность, это пример бабушек и дедушек, их родителей, моих родителей. Можем только как бы отметить, что вам очень повезло и с родителями тоже. Абсолютно. Когда говорят, Алексей, в чем секрет стойкости вот того, что вы добились всего этого, просто выжили. Это семья в первую очередь. Я сейчас вас слушаю и понимаю, что аудитория 12 тысяч человек, для вас это еще не предел. Да, кстати, давайте вспомним, в 2001 году у вас случился первый опыт, так скажем, выступления перед аудиторией в качестве спикера-мотиватора. Правильно? Я не путаю, 2001? Совершенно верно. А как это произошло? Вот вы вдруг стали спикером-мотиватором. То есть мы видим, что у вас прекрасно это получается. А с чего все начиналось? Видите, как жизнь последовательно меня и вела к дню сегодняшнему, к моим всем этим мероприятиям и к благотворительности в том числе. А начиналось все с малого. Вот тогда в Швеции, когда мы были в таком детском лагере, и нас с братом пригласили немножечко там побыть, расслабиться, забыть о своих проблемах. Это уже после Германии, да? Это уже после Германии. И мы были с посещением одной церкви, где собрались основные спонсоры этого лагеря. Детки там были из Чернобыльской зоны. И ко мне подошел Уве Классен. Он занимался этим лагерем в основном. Он сказал, Алексей, послушай, ты мог бы выйти на сцену и немножечко хотя бы рассказать о своей истории? Это очень важно. Здесь генеральные спонсоры, а нам нужны финансы, чтобы мы дальше могли приглашать деток и из Украины, и вот из твоей родной Беларуси. Я сказал, когда он сказал, у меня просто заняло дух. Я как представил, что сейчас меня повезут на эту сцену. То есть вам стало страшно? Мне стало настолько страшно. А потом следующая мысль. Вспомнить о том дне, страшном дне. Когда действительно было страшно. О тех разорванных конечностях, о тех кусочках косточек собственных, которые я видел из разорванной плоть. У меня просто пропал дар речи. Я сказал, please, no. Алексей, ты сможешь говорить на своем родном языке? У нас есть переводчик. Пожалуйста, не надо. И через некоторое время, минут через 15, он подошел вновь. И вы знаете, что заставило меня выйти на сцену? Его слова о том, что посмотри вот на этих ребят, посмотри на этих детей. Это необходимо сделать для них. И он ушел. И через 5 минут я принял решение. Я пошел и сделал этот шаг на сцену не для себя, а для других. А сколько вам лет было? Мне было еще 18-19 лет. Только совсем свежие события, да? Только несколько лет прошло. Я только как бы смирился со всем, где-то забыл, да? И вдруг мне надо об этом вспомнить. И я вспомнил, и я рассказал. А плакали когда говорили? Да, и я плакал. И со сцены люди и плачут на моих тренингах. А сами себя вы жалеете? Когда прошел уже тот период, когда вы перестали вспоминать этот случай со слезами? С каким-то вот... Были моменты отчаяния. Были. Когда ты не можешь делать каких-то привычных таких, какие-то привычные ситуации, обстановка. Там с друзьями находишься на улице, они играют в футбик, а ты вдруг не можешь сорваться и побежать к воротам защищать свою команду. Либо по приезду туда, в деревню, я не смог осенью пойти в свое грибное место. Я помню, попросил спустить меня с коляски. Меня помог папа с братом. Как-то неловко опустили меня на землю. Ты уверен? Ну как ты? Что ты будешь сидеть на земле? Я говорю, пожалуйста, оставьте меня здесь на некоторое время. Меня оставили возле этих березок. Я попробовал там пройти метров 2-3 до того самого моего любимого места, где росли боровики и подберезовики. И я не смог преодолеть небольшую такую возвышенность. И вы знаете, я зарыдал. Просто беззвучно шли слезы. А внутри раздавался возглас Богу. За что? За что? Почему? И настолько, вы знаете, эти крокодильи просто, вот как говорят, слезы, они текли ручьем. Но это надо было пройти. Это надо было преодолеть. Потом собраться с силами, прокусив губу, да, заставить себя успокоиться. Потому что мама там уже зовет всех за стол. Надо прийти. А тебя могут увидеть заплаканным дедушка, бабушка, родители. Нет, Леша, надо держать удар. Нельзя сдаваться. Не поддавайся. Они тоже плачут по ночам. Знал я уже к тому времени об этом. И вот мои родители, мои близкие заставляли меня, стиснув зубы. То есть вы друг для друга, получается, держались, да? Абсолютно верно. Ваше выступление наверняка было настолько удачным, потому что начались гастроли вот тогда после Швеции, да, по всему миру. Сколько вы стран объездили уже? Множество стран. Это и Соединенные Штаты Америки. Там под 30 штатов я посетил с выступлениями. А кто пригласил? Это был известный спикер в среде ассоциаций, бизнес-структур, Not-for-profit organization, association, chamber of commerce, да, торговые палаты Соединенных Штатов Америки. Его приглашают грамотно выстроить свою структуру, да, правильно там распоряжаться бюджетами и так далее. Это такой association-гуру, как его вот называли, так, чтобы он не слышал. И говорили мне, мол, о, ты протеже самого Боба Харриса, это же о-го-го, да? Вот, я гордился этим, конечно же. Ну и вот, конечно, я благодарен этому человеку. Я увидел мир, насколько он... А на каком языке вы выступали? Я на английском языке выступал. То есть вы освоили английский в совершенстве, да? Да, да, можно так сказать, не в совершенстве, но проводил тренинги, проводил переговоры. И позже я уже в последнее время даже без помощи Боба путешествовал. Уже у меня свои тренинги были, у него свои. Меня доставляло такси до аэропорта. Там уже есть специальные... У нас в Минском аэропорту тоже уже есть такой сервис, поэтому... А можете сказать, отличается аудитория вот эта, слушателей у нас и в Америке? Они, по-моему, приучены, да, к вот этим вот... В Америке это все-таки более принято, да, чем у нас. Да, абсолютно. У нас, по-моему, это в новинку все. Абсолютно верно, да. Может быть, именно поэтому мне в некотором роде и было проще начинать свою карьеру, вернее, вступить в новый этап такого роста, да, уже. Когда действительно я себе сказал, хей, когда вот я выступил в Техасе, штат Техас, недалеко от Остина, для торговых палат всего штата. Там были представители, директора торговых палат каждого вот городка этого штата. И там такой бизнес-митинг, да, все сидят в пиджаках, такие красивые дамы, джентльмены. И я кей-нот-спикер, и я выступаю, и в конце весь зал просто встает, аплодисменты, желание сфотографироваться. Я выхожу весь на адреналине, Боб стоит, мне аплодирует. Поэтому я подхожу к этому очень серьезно. Ответственно. Ответственно. За каждым словом стоит, вы понимаете, это все обдуманно, конкретно. Это моя жизнь. Здесь нет никакой манипуляции, здесь нет никакой выдумки. А как не навредить, Алексей, объясните, вот что нужно делать? Здраво мыслить. Здраво мыслить и просто смотреть на вещи объективно. Стараться, вы понимаете, действовать не эмоционально, а взвешенно. Исходя из опыта не только своего, но и опыта своих родителей. Вспомнить, что тебе говорили о той или иной ситуации твоя бабушка или твой дедушка. Я всегда вспоминаю, анализируя те или иные ситуации. Просто адекватное восприятие действительности – это залог успеха. Это залог того, что ты не подпадешь под чье-то воздействие, под чью-то манипуляцию. Сейчас много же мы обсуждаем в связи с текущей ситуацией вот это воздействие. Вы видите какие-то признаки НЛП в том, что происходит в соцсетях? Какое-то воздействие эмоциональное на людей, на молодежь, на телеграм-каналах? Ну, это очевидно, что, естественно, там это все есть. И действуют по давно отработанным методичкам, которые использовались и привели ту сторону к успеху в других странах. Вы знаете, и арабская весна, и революция гидности в Украине, и к чему сейчас это все привело. Люди на самом деле повелись вот на ту зарплату в тысячу евро, на высокие пенсии, но это были лишь лозунги со сцены. Люди это все где-то воспринимали за чистую монету. Мы видим, к чему привела ассоциация с ЕС. Мы видим, что товары украинского производства никому там, за границей, в Европейском Союзе не нужны. Это более сейчас, в нынешнее время, когда за рынки идет борьба. Абсолютно верно. Мы видим, насколько серьезно и грамотно наши, ну, я не знаю, в полной мере, можно сказать, оппоненты нашего государства. Когда они просто через доверчивых граждан, через тех, которым просто вот так случилось, вот та же Светлана, да, говорит сейчас из-за границы, с сожалением, с непониманием того, что происходит. Что она хотела бы вернуться в семью, к детям, в свою родную кухню, да, заниматься... А обстоятельства вынесли ее в такие уже дебрии, из которых выход очень сложный. И мы видим, как эти оппоненты, они просто, в том числе, где-то точечно работают по предприятиям, по своим конкурентам, по тем предприятиям, которые они хотели бы, чтобы они были уничтожены. Ну, в основном крупные, которые представляют интересы конкурентные. А для нас это, собственно, вопросы жизни, выживания, конечно, страны. Уничтожены платы, кормить детей, содержать... А знаете, что меня удивляет, Алексей, после того, как вас так там принимали и долго вы ездили по этим странам, казалось, что вы, ну, должны быть мыслями с ними, а не защищать, да, Беларусь. Почему вы... Есть и такое... Развернулись в сторону своей страны в итоге. Многие где-то и рассчитывали, что я в полной мере, так сказать, аффилирован с условно-западным миром. Да. С Соединенные Штаты Америки, Европейские Союзы. На самом деле, ведь у меня там много друзей, таких добрых, искренних отношений, и я очень хочу, чтобы они сохранились, несмотря на мою позицию, на то, что я поддержал главу государства. Но я поддержал главу государства именно потому, что я где-то уже получил очень серьезный жизненный опыт, в том числе, будучи там. Ну да, вот это... В том числе, я знаю, что... То есть вы уже видели все. Понятны какие-то простые ценности, то, что надо действительно ценить. Совершенно верно. Там очень много проблем. Я вижу их, я их идентифицировал, и я вижу, что нам есть что ценить. И есть что терять на данном этаже. Нам есть что терять. И не надо думать, что где-то там, далеко, за границей, там все хорошо, светло и радостно. Многие надеялись, что вы... Вот как вы отреагируете, затаив дыхание, смотрели? С каким флагом вы выйдете в августе? Да. Многие, видимо, думали, что буду я не на той стороне. И ждали момента где-то выхода на аванс-сцену. Но я не мог уже быть где-то в нейтралитете. Я видел, что идет все по тем сценариям, которые мы наблюдали ранее в других странах. И которые вам хорошо были известны. И которые, да, мне были известны. Чем это закончится? Кровью, гибелью и разрушением государственности. Поэтому я как, на самом деле, патриот своей страны. Я был воспитан так отцом, мамой, дедушкой, ветераном войны. Я даже где-то, понимая, что потеряю какие-то выгоды, какие-то контракты, какие-то тренинги и так далее, возможно, даже стану нерукопожатным в том западном мире, я это понимал абсолютно ясно. Я сделал этот осознанный выбор. Потому что я не мог поступить по-другому. Во мне все колотило где-то и от страха, и от боли. Что вот сейчас это может случиться в твоем родном городе, в твоей родной стране. И надо выходить. И вышли и автопробеги, вышли другие люди. Дабы сказать, мы есть, мы те, которых все устраивает. Которые понимают, что моя жизнь зависит только от меня самого. Давайте посмотрим, вы как раз вот в августе выложили этот скрин в фейсбуке. Вот о нем вы говорите? Да, да. Тут главный посыл ведь был, мы должны сохранить страну. 800 комментариев было. Вы знаете, я до сих пор даже их не читал, потому что мне страшно читать и разочаровываться. Я знаю, что там писали очень много моих друзей. Сейчас, видимо, они уже мне не друзья. Вот вы говорили, что вы понимая риски, все равно выбрали эту сторону. Скажите, они оправдались риски эти вот по прошествии месяцев? Абсолютно оправдались. Потеряли контракты, друзей, да? Но оправдались мои волнения о том, что надо выходить. Потому что я увидел вот по истечению этих месяцев, что действительно все катилось по определенному сценарию, к государственному перевороту. Воспользовавшись массовкой людей, недовольных на улице. И вы решили как бы противопоставить, показать, что есть и другая точка зрения. И вот мы стали принимать участие в велопробегах, в автопробегах. Я как общественный деятель, как благотворитель, как спортсмен. Ведь я уже представлял нашу страну на международной спортивной площадке и не единожды. Я не мог поступить по-другому. Я и сейчас призываю людей высказывать свою позицию. В том числе подписанием того самого письма в поддержку НОК, в поддержку главы государства. Ну сказать, что есть мы, те, которые благодарны за те спортивные объекты, которые построены по всей республике. Мы уже говорили о том, что есть за что благодарить и что терять нас. Я хотела бы сказать, что все-таки вы сказали мне, что любовь и семья – это самое главное. И поэтому хотелось обсудить лично. Вы – отец четверых детей, чем приводите просто в восторг дамочек и мужчин тоже. И у нас есть видео, где вы держите младшего сына. Невозможное – возможно. Держите в свои силы. И на Марсе будут наши яблони цвести. Всем пока. Люблю. Вот вы говорите «невозможное – возможно». Моя любимая фраза – удается вам каждому ребенку из четверых уделить должное внимание? Я стараюсь в полной мере. Но общественная жизнь, особенно вот эти последние месяцы очень активные, не всегда получается делать то, что хочешь, но это объективная реальность. Мои дети старшие, они живут с моей мамой, с моей первой супругой. Тоже не совсем так чувствую в себе такое удовлетворение от общения с ними. Где-то можно было и больше сказать, рассказать. Но я знаю, они всегда в моей ауре, они всегда в моих молитвах. Они отслеживают то, что я делаю. И это для меня важно. Они, как так сказать, дистанционно происходят этот воспитательный момент. Ну, общение есть? Общение есть, мы увидимся постоянно. Они к нам приезжают в Минск. Вот сейчас мы, дай бог, решим свои жилищные все вопросы. У нас немножечко расширится пространство, там будет их комната. Поэтому вообще будет все замечательно. А ваша нынешняя супруга Анастасия, она во всем вас поддерживает? Или все-таки бывают какие-то споры? Были моменты, когда она мне говорила, Леша, у тебя там есть какой-то бизнес в лучшие времена. Сейчас объективно тяжело всем. И нам, и предпринимателям, и спикерам ковиды тут подкосили хорошенечко. И был момент, она говорила, Леша, побудь ты дома. Какие эти командировки, какие эти тренинги, хватит нам грошей. Ты семье уделил же внимание. Всех денег не заработаешь. Монетам, наконец. Но когда я ей показал отзывы, когда я ей показал те самые животрепещущие комментарии из социальных сетей постфактум, после тренингов. Когда люди пишут, Алексей, благодаря примеру вашей семьи, вашей матери, то, как вы это рассказали, то, как вы осветили образ мужчины, образ человека, который попал в тяжелое жизненное положение. Вы спасли нам жизнь. Вы помогли мне выкарабкаться из той пропасти, в которой я оказалась. Зачастую это пишут женщины. Но и мужчины пишут порой такие слова, что хочется плакать. И однажды я позвал супругу Анастасию и показал ей эти выдержки, эти комментарии. У нее пошли слезы. Она вся покраснела просто. И вот в тот момент, видимо, она осознала, что это не просто какая-то там работа, это не просто заработок, это нечто большее, это нечто, видимо, для чего я и выжил тогда, тяжелое лето. Призвание, да, вы звоните? Призвание. И тут без Бога не обошлось, поверьте. Вы верите, да? Я абсолютно в это верю, и, знаете, врачи сами, они констатировали, что повреждения по всему телу, осколки в легких... Мне всегда было интересно узнать, я на эту тему много читала, о фантомных болях. Они есть у вас, преследуют? Всю жизнь со мной чувствую каждый пальчик, иногда ими шевелю, когда не могу уснуть. Вы знаете, какое-то серьезное напряжение для головного мозга, да? Вот просто мысленно двигать своими пальцами, это такое напряжение. А снится, что бегаете где-то? Это мои лучшие сны, когда я бегаю. Вы любите эти сны, да? Представляю перед сном. Представляю перед сном. Может, поэтому вы решили заняться плаванием? Да, и поддержать Минский полумарафон. Поэтому я, как посол доброй воли Белорусской Федерации Легкой Атлетики, тоже в полной мере стараюсь поддерживать все их такие моменты, которые направлены на популяризацию здорового образа жизни. Поговорим немного о вашей спортивной карьере. Она началась в 2016 году, да, если я не ошибаюсь? Да, конец 2016 года. Но это изнурительные тренировки. Абсолютно верно. Это очень тяжело. Вот давайте посмотрим, через что вам приходится проходить. Вы в спортивном зале хорошо? Вам энергия, прилив есть после занятий? Конечно. Совершенно по-другому себя чувствуешь. По-другому начинает работать и кровеносная система. И, вы знаете, все внутренние органы, получая вот этот вот прилив энергии, адреналина определенного, да, выходят все на новые и новые уровни. Даже где-то выздоровление. Я по-другому себя стал чувствовать. Я перестал слышать сердце. Оно бьется ровно, спокойно. А до этого беспокоило? До этого беспокоило. Но, опять же, друзья, все это надо делать потихонечку, размеренно, с умом. А почему плавание, Алексей? А это наилучший вариант для человека в подобной физической форме. Это та самая объективная реальность, да, адекватное восприятие действительности, о которой я и говорю, в том числе на тренингах. Я очень любил танцевать, я очень любил дискачи, как вы их тогда называли, но я знаю, что это не мое. И нашлись другие моменты, где, тем не менее, я смог себя проявить и добиться определенных успехов. А вот это тоже мы сейчас и увидим. Посмотрим, да. Германия, 2019 год, и вы побили первый мировой рекорд. Ой, это уникальное запись. Происходило неоднократно подобное. Привет. Я только что рекорд мировой остановил. Блин, вообще обалдеть. На весь зал гремела музыка. И меня поздравляют. Все, слава богу. Пока. А еще на табло высвечился Белэр. Белорус Алексей Толлович. То есть гордость была не только за себя, но и за него. Вы в этот момент решили в Параолимпийских играх начинать участвовать? Это был очень серьезный этап. Это было на чемпионате Европы. Я установил этот рекорд. И я осознал на тот момент, что все, я иду дальше. И теперь следующий этап – это Паралимпийские игры в Токио. И вот вы получили персональную лицензию на участие в играх. Очень расстроились, что перенеслась Олимпиада. Был момент. Все, не только я. Было большое разочарование. Мы очень готовились каждый день. А вот мы можем даже посмотреть, как вы радовались. В Токио и буду выступать за свою родную Беларусь. Алексей – рекордсмен мира в Брасе. Однако на Паралимпиаде в его категории такой дисциплины нет. Только плавание на спине. Но на этот факт атлет не обращает внимания. Перенос турнира на один год позволит Алексею в этой дисциплине выйти на пик формы. Тренировки у спортсмена проходят каждый день, кроме воскресенья. Каждый день до сих пор тренируетесь? Или когда сделали паузу в Токио, то… Сейчас есть время заниматься и другими важными делами. Вы знаете, мы уже говорили о них. Это встреча с молодежью и с сотрудниками предприятий. И автопробеги. Но как только есть такая секундочка, минутка, мы сразу в зал, в бассейн. На строй боевой. Конечно же. Для меня это важно. Для меня это важно. Вы знаете, Паралимпийский комитет, он собрал по всему миру всего лишь, чтобы собрать кворум. Шесть таких вот бойцов, людей железной воли. Я хочу с ними встретиться. Для меня это будет важно. В том числе потому, что я смогу соревноваться с людьми своего класса. Ведь прежде я соревновался с людьми более легкого класса. Те, у которых есть руки или ноги. Потому что нет таких первого класса ребят, чтобы я мог соревноваться в полном объеме. И в брасе, и в кроле, и комплекс 150 метров. Поэтому это важный этап. И если будет медаль, то, дай бог, меня возьмут в национальную сборную в основной состав. Мнение очень многих профессоров, ученых, медиков. И каждый из них говорит позитив. Важно наше мышление. То, как мы мыслим, то, как мы чувствуем. Об этом говорил и глава государства. Это все имеет огромное значение. Где-то может быть даже основополагающее значение. Я вылез из ада именно благодаря тому, что у меня было желание выжить. С таким настроением от Алексея ждем медального выступления в Токио. Ну, я вижу, что настрой у вас такой, что просто не завалить вас пока будете двигаться к своей цели. Но как вы относитесь, вот сейчас идут призывы активные отказываться спортсменов выступать под своим флагом. Что вы думаете вообще об этой атаке на спортсменов? Для меня это немыслимо. Для меня это верх какого-то цинизма. Особенно, когда призывают люди, уже закончившие свою спортивную карьеру, которые уже добились успеха, взяли свои медали, установили свои рекорды, построили свои квартиры и так далее. Вы дайте другим молодым спортсменам жить спокойно. То, что они всю жизнь делали, я тоже этого не понимаю. Но хотела, знаете, еще что у вас спросить. Я где-то читала в вашем тоже интервью, что вы дружили с Вадимом Тевятовским. И вот с ним тоже такой произошел очень психоэмоциональный срыв, да, можно так назвать. Когда это с ним случилось, вы как отреагировали? Для меня это был серьезный удар, потому что это мой близкий друг и соратник. Когда это произошло, я собирался в Оршу на митинг за батьку. Предложили выступить. Я согласился. И вот, представляете, с такими мыслями я ехал, не понимая вообще, что происходит. Но... В тот день было сложно понять. Было сложно понять. Вы понимаете, происходило звездопад такой, да, такое предательство людей из средств массовой информации, и спортсмены, и другие люди, такие известные, да, стали высказывать свою позицию против главы государства. И то, что вот Вадим написал, Анатольевич, конечно, могло где-то пошатнуть, да, но вот слава Богу, что я где-то и так воспитан, и где-то и силы эти нашли, да, и выступил я очень эмоционально и хорошо, и Орша меня встречала как героя. Просто я настолько благодарен своему родному городу за вот эту поддержку и в социальных сетях, и репосты, и комментарии. Спасибо, родной Орше. Вы мне именно... И вы мне помогли тогда выстоять, вот, когда все, казалось, вокруг рушится. И ты должен, вроде как, тоже быть умненьким, да, и занять выгодную позицию переобушивания. Вы увидели, что вы не один, и, в общем-то, поддержали люди, да? Я рассуждал, когда вот в пути мы ехали, я понял и вспомнил, какому давлению был подвергнут Вадим Анатольевич и до выборов, и после. И мы еще обсуждали с Татьяной и в доме, как потом выяснилось, да? В доме, вы не представляете... Это самое тяжелое, когда семья, да? Читать эти просто комментарии невыносимо. И угрозы, и семье, и близким. И настолько оскорбительные слова. Это человек, который столько сделал для страны, для белорусского спорта, для детей, для юнош, для популяризации здорового образа жизни. Это вот то пресловутое слово сейчас, которое стало популярным – буллинг. Он подвергся жестокому буллингу. Когда-нибудь, я думаю, он и сам расскажет об этом. А сейчас вы общаетесь? Мы общаемся. Все нормально? Пока не будем говорить, да. Очень тяжело это все переживал и он, и его семья, и его брат, вы знаете. Это в большей мере случилось из-за того, что из-за брата... Ну да, это естественно, в общем. Да, было сообщение о том, что были попытки нехорошие. Да, поэтому здесь это как бы... Я новость не раскрываю никакую, но позитив идет. Дай бог, все будет хорошо скоро, и мы с Вадимом Анатольевичем скажем, может быть, и больше. Вот, и он сам все расскажет. Главное, что процесс общения уже пошло, и это уже хорошо. Да, это самое важное. Ну, участвуйте в велопробегах, автопробегах, продолжайте выступать. Пишите свои посты знаменитые, которые вызывают резонанс. Все благополучно вроде бы, да? И всего хватает вам, Алексей, для счастья. Все хорошо, да. В целом все замечательно. Мы идем вперед. Сейчас мы развиваем новое направление в бизнесе. Мы выходим на китайский рынок с продуктами питания. Это тоже очень важное стратегическое такое направление и сигнал, тот, который мы получили от главы государства Александра Григорьевича Лукашенко, что экспорт для нашей страны очень важен. А что за бизнес могут зрители за продукты питания? И уважением по своей чистоте, да? По госту своему, так скажем, да? Да, так точно. Вы знаете, в Китае в день рождается 40 тысяч детей, и всего лишь 6-7 компаний имеют разрешение на поставки продуктов и детского питания для детей. И если Беларусь выйдет на этот огромный рынок, это будет большой победой. А ваша функция в этом бизнесе какая? Вот вы партнер. Я соучредитель именно компании, белорусско-китайской компании, которая сейчас именно занимается экспортом. В том числе это и другие продукты питания. Вы писали, что себя как бизнесмена поверили, когда в Орше построили здание. Что за здание? Я так и не поняла, что за здание. Да, это небольшое здание, это такая была эпопея, и важный этап в моей жизни, становление меня как предпринимателя, когда я вдруг стал чувствовать вот эти силы, да, и уверенность в себе. И почалось строительство того самого знаменитого здания в городе Орше, где сегодня существует салон красоты. Это тоже такой бизнес в моей семье. Мой брат с супругой очень активно занимаются. Когда возвели стены, вы знаете, там был и смех, и какие-то упреки, что кто это строит здесь в центре города? У нас же скоро там дожинки, сам Батяня приедет, а тут такое. Это вот Талай строит. Этот инвалид без ног, без рук, да вы что, с ума посходили? Но, вы знаете, были те люди, которые исполкоме поверили, да, когда я им рассказывал, когда я им выложил весь этот бизнес-план, когда я сказал, справлюсь, и к дожинкам все будет хорошо. И справился. Ну, вам трудно не поверить. Я понимаю сотрудников из полкома. А как вы, еще хотела такой вопрос задать. Вы не отвечаете, вам пишут очень много и в инсте, и в фейсбуках, но вы не отвечаете никому. Вы намерены так в комментариях? В комментариях я ставлю лайки, на комментарии, которые мне понравились, которые я поддерживаю. Стараюсь не удалять оппонентов, только таких матершинников. Такие тоже бывают. Вы знаете, как это, мол, ты, Алексей Талай, имеешь свою позицию? Вот ведь моя единственная правильная версия, да, и событий, и там политических каких-то моментов. Ну, что-то в этом есть, знаете, в том, что вы высказались и пошли дальше. Я высказался, и ждите тогда следующего поста, да, там, может быть, я более как-то, более развернуто отвечу на те или иные вопросы. Но на комментарии я не отвечаю, но в сообщении, именно в личке, я обязательно отвечаю. Алексей, мы очень благодарны вам за интереснейшую сегодняшнюю встречу, за наше интервью. Спасибо вам. Мы, Виктория Попова и Татьяна Щербина, прощаемся с вами до следующего эфира. А сейчас по традиции слово нашему гостю. Говорит Алексей Талай. Дорогие друзья, я очень рад был сегодня поделиться с вами опытом своей жизни, какими-то мыслями. Я всегда открыт в социальных сетях. Вы можете задавать свои вопросы, приходить с предложениями. Если можно, пожалуйста, контакты, фейсбук, инстаграм, на большие сил не хватает просто. Прошу не обижаться, если я это делаю не сразу, спустя некоторое время. Друзья, верьте в свои силы, идите вперед. Давайте мы воспользуемся вот этими сложными, да, где-то моментами, этим этапом в жизни планеты Земля в целом, да. Для того, чтобы самим стать мудрее, где-то раскрыть свои собственные глаза, внутреннее видение и чутье, посмотреть на вещи с другой стороны, оценить то, что мы имеем уже сегодня, сейчас. Вспомнить, что у нас есть наши родные и близкие, наши друзья, сказать им добрые слова, сказать «Я тебя люблю» своему супругу или супруге, своим родным деткам. Мы сейчас слишком много посвящаем время этим социальным сетям, этим каналам. Давайте жить здесь и сейчас. Давайте продолжать укреплять нашу родную страну, нашу родную Беларусь. Поверьте, ни с севера, ни с юга, ни с запада, ни с востока никто о нас не будет заботиться. Только мы сами, мобилизовав все усилия, поддержав главу государства, тех людей, преданных Отечеству, людей, которые сейчас сосредоточены вокруг него, вместе с ними мы выстоим, победим в этом быстро меняющемся мире и вступим в новую нашу счастливую действительность вместе с нашими ближайшими друзьями и союзниками. Дай Бог вам счастья, успеха и здоровья вам и вашим семьям. Спасибо, дорогие. Алексей Талай Субтитры создавал DimaTorzok